Здравствуйте, коллеги и зрители канала Я Парикмахер. Меня зовут Ольшанская Лола. Я ведущий тренер-технолог бренда Constant Delight. И сегодня на данной модели я буду делать процедуру ламинирования для увлажнения, для восстановления волос. Также ламинирование шелком придает блеск и ухоженный вид. На данной модели ранее было обесцвечивание, потом решила вернуться в натуральный оттенок. И в любом случае под этим цветом видно, что волосы очень сильно поврежденные, они пористые, они очень сухие, они путаются. И как раз ламинирование решит эту проблему, то есть волосы больше не будут путаться, они будут более шелковистыми, более гладкими, более увлажненными. Процедуру ламинирования мы будем делать в мойке и на данный момент мы переходим туда. Первый этап процедуры горячее обертывание – намочить волосы водой. И нанести шампунь с шелком. Это подготавливающий шампунь к процедуре. Он очень густой, но при этом он достаточно экономичный, хорошо распределяется, хорошо вспенивается. Его, кстати, можно использовать и в домашних условиях, и для тех, у кого очень жирная кожа головы, у тех, у кого быстро пачкаются волосы. Его можно использовать на ежедневной основе. Первый раз вспениваем шампунь и смываем. И второй раз наносим шампунь и оставляем на 3 минуты. Тщательно промываем кожу головы. То, что после этой процедуры, если очень хорошо промыть кожу головы, волосы не пачкаются, и ваш клиент будет ходить около 3 дней с укладкой. Потому что чаще всего женщины любят объем у корней и гладкость по длине. Что мы здесь и сделаем. Тщательно смываем шампунь. Отжимаем волосы руками или, если волосы достаточно длинные, не отдают влагу, значит промыкаем волосы полотенцем. Далее, следующий этап. Это горячее обертывание. Горячее обертывание гелевой консистенции. Оно очень хорошо распределяется по волосам. Очень легко наносится. Для того, чтобы быстрее нанести ламинирование, так как ламинирующий гель, мы должны выдерживать на волосах в среднем 7 минут. На нанесение у нас есть 2-3 минуты. Поэтому я делю голову на 4 части. И начинаю с висков. Так будет очень удобно носить, даже если волосы очень-очень длинные. Наносим на концы. К прикорневой зоне не прикасаемся. И далее я начинаю прочесывать с той зоны, на которую нанесла. Если я чувствую, что ламинирования недостаточно, я донаношу. На такую длину волос достаточно 20 грамм горячего обертывания. И себестоимость этой процедуры вас очень порадует и удивит. Волосы не должны быть спутанными. Волосы не нужно собирать, допустим, в пучок. Волосы нельзя оставлять в таком виде. Просто нанесли и оставили. Нет. То есть волосы нужно обязательно прочесать. Положить их в мойки, для того, чтобы они лежали ровно. Не сворачивать. Я нанесла горячее обертывание. И сейчас происходит тот момент, когда протеины шелка попадают в структуру волоса. На прикорневую зону продукт не наносится. И, естественно, лучше носить в перчатках. Так как я работаю с ламинированием уже 14 лет, соответственно, у меня руки не краснеют. У многих может пройти покраснение. Поэтому на кожу не наносится. Наносится только по длине волос. Наносится чаще всего именно на поврежденные волосы. Так как у данной модели здесь отрошли свои волосы, а вся остальная часть была ранее обесцвечена, я наношу только на ранее обесцвеченные волосы. Оставляем горячее обертывание ровно на 7 минут. Через 7 минут смываем водой. Через 7 минут я смываю горячее обертывание. Волосы уже достаточно мягкие, достаточно шелковистые. И приступаем к следующему этапу. Эта сыворотка, она охлаждающая, содержит не только протеины шелка, содержит экстракт магнолии, содержит ментол, который охлаждает, освежает. И эту сыворотку можно носить без перчаток. Что она делает? Завершает процедуру именно в мойке. Охлаждает и освежает кожу головы. Фиксирует горячее обертывание. На кожу головы делаем легкий массаж. Очень хорошо успокаивает кожу, если на коже есть шелушение. По длине обволакивает полотно, обволакивает каждый волосок. И здесь тоже я прочесываю. И прочесываются уже очень легко волосы после горячего обертывания. Оставляем сыворотку от 5 до 10 минут. Так как здесь идет охлаждающий эффект, не все клиенты любят ментол. Поэтому, конечно, сыворотку можно носить и отступая от прикорневой зоны, допустим, только по полотну. Но здесь идет как бы двойной эффект. Здесь идет и разглаживание подлиннее, и, соответственно, стимуляция роста. Убирает шелушение, тонизирует кожу головы. Эту сыворотку можно носить также и мужчинам. Можно носить подросткам. Очень хорошо успокаивает кожу. Охлаждает, освежает и тонизирует. Я смываю сыворотку. Время выдержки составило 5 минут. Убираем лишнюю влагу. На данный момент я наношу ламинирующий гель. Это завершающая практически процедура. Далее мы делаем укладку и наносим капельки шелка. Наносим небольшое количество для того, чтобы не утяжелить волосы. Если продукта недостаточно, допустим, здесь на данной модели будет достаточно двух кликов. Чем длиннее волосы, соответственно, тем больше продукта. Очень важно не переборщить с продуктом, потому что вам будет очень тяжело сушить. Так как волосы уже более увлажненные, соответственно, влаги будет достаточно. Я высушила феном волосы на брашинг. Они уже стали более блестящие, более шелковистые. И последний степ – это капельки шелка. Я выдавливаю два клика, растираю очень хорошо в ладошках и наношу по концам. Это дополнительная полировка, дополнительный блеск, защита волос. Защита волос от солнца, от горячих температур. Капельки шелка также можно носить под фен. Но нам здесь было достаточно ламинирующего геля. Ламинирование можно делать в день окрашивания, но только если волосы очень темного цвета. То есть, если вы сделали блонд, затонировали блондинку после обесцвечивания, то ламинирование лучше сделать через две недели, так как горячее обертывание может слегка подсмыть цвет. Но здесь еще есть такой момент. Если все-таки ваш клиент не хочет ходить каждую неделю, допустим, или два раза в месяц, то можно взять просто оттенок на полтона темнее и в конце сделать ламинирование, для того, чтобы волосы были ухоженными и блестящими. С вами была Ольшанская Лола. Благодарю вас за внимание. Увидимся в новых видео на канале Небрикмахер. Субтитры сделал DimaTorzok